Здарова, с вами Негрика, и сегодня поговорим о Гангстер Вегасе на ютюбе, в ближайшем будущем канале, комментариях и о вас, подписчиках и зрителях канала. В общем, как это принято называть подкаст, в честь приближения к тысяче подписчиков. Усаживайтесь поудобнее, видео будет немаленьким. И начнем по порядку и напрямую. Контента на ютюбе по Гангстер Вегасу тупо нету, его не делают, можно сказать, совсем. Я сейчас про качество этих самых видео, еще пару лет назад снималось вот что-то смотрибельное по нашей игре. Например, от того же Максимки Ченнел, который к настоящему времени сдолся несмотря на свои обещания. Что же насчет других русскоязычных блогеров по Гангстер Вегасу? Так это полная бескусица контента. Каждый день заходя на ютюб и смотря обновления видео за сутки, видишь то, что изо дня в день нихера не меняется. Новых форматов тупо не появляется. Почти все, так сказать, игроки, что снимают нашу игру, пускай только два формата. Это банальное прохождение игры, которые и так все прошли, а также рублику «Не побоюсь этого слова» для даунов под названием «Реальная жизнь». Просто захотя на эти видео, я спрошу у себя один лишь вопрос. Кто и для кого вообще это снимает? Я понимаю, что как таковой формат, когда ты сошел у Флуфи. И большинство начинающих ютюберов по Гангстер Вегасу решили попробовать добиться того же успеха. Но это, блин, не работает по сегодняшний день. А видео с этой рубликой так и клепаются. В большинстве из них не только нет никакого смысла, так еще и множество отснято просто с херовым сюжетом и тем более монтажом. Более того, он порой вообще отстушивает, но все же злоебучая надпись «Кинемастер» все равно висит. А все для того, чтобы в начале ролика было прикреплено просто очешуительное интро. В общем, мораль такова. Если ты, мой зритель, снимаешь видео по Гангстер Вегасу или только хочешь это делать, то сначала спроси у себя. А что ты вообще можешь внести нового, интересного и качественного? А лучше все вместе. Не обязательно клепать видео каждый день по 10 минут, если у тебя нет идей о видео выпускать охота. Лучше делать видео раз в неделю, например, хоть с каким-то монтажом и лучше бы, конечно же, смыслом, но хоть каким-то посылом. Господи, да даже открытие кейсов или карточек уже контент. Главное не снимать его хреново, а подавать для зрителей хоть с каким-то интересом, чтобы ему было интересно. Как такого говна на ютюбе и так по горло хватит его засорять. Надеюсь, меня хоть кто-то услышит хотя бы из видеоблогеров по нашей игре. Как такой контент придумать несложно. Это можно видеть все же по моим видео. И нет, я не ставлю себя самым лучшим контент-мейкером по ГВ, да и сам считаю, что снимаю все же с некоторыми косяками. Я продумываю всякие новые идеи сам и с часто периодичностью. Что же мешает это делать другим хотя бы иногда, я не понимаю. Далее перейду к комментариям, на которые отвечу, пожалуй, развернуто прямо в ролике. Ты просто супер, лайкни коммент пж. Знаете, читая этот коммент, меня просто посетила одна мысль. Зачем? Тем более, если посмотреть на твоей странице на ютюбе, этот аккаунт даже не канал. Ты не снимаешь ролики, зачем тебе эти выпрашивания? Если бы ты снимал видео, то ладно, я бы еще понял, зачем ты решил этим воспользоваться. Только лишь, чтобы привлечь внимание на свой канал. Но это не тот случай. Я в своих роликах не прошу лайки, подписки и всякие злоебучие колокольчики. И меня просто бесят выпрашиваний. Если ты чего-то хочешь добиться, то добивайся сам, а не пытайся это делать выпрашиваниями. Следующий коммент. Что у тебя со страницей в ВК? Хоть я ответил ему на этот вопрос, отвечу все же и здесь. Ту страницу я удалил безвозвратно и возвращаться туда не буду. Я уже завел мою страницу во ВКонтакте. И вы можете писать мне туда, если вас будут интересовать какие-либо вопросы. Следующий тип комментариев, который меня просто бесит. Я первый. И что, блин, с этого? Что тебе это дало? Просто прошу, не пишите под моими видео вот такие вот комментарии. Люди типа радуются тому, что они зашли первыми на видео. Этот чувак расценил это как достижение, что ли, блин. Я вообще не понимаю смысла. Если вы долбоеб, который любит заниматься такой деятельностью, то вам прямиком на канал морозящей собаки. Собака, это он. И слава богу, что он хоть сам это осознает. Если ты радуешься писать о том, что ты первый, то пиши туда. Ибо отбитые подписчики под его видео первые 10 минут только это и пишут, обмазываясь говно контентом от данного Майнкрафтера. Сколько уже прошло времени, а он так свой контент и не улучшил. Единственный ролик, на который я зашел, был его последний на данный момент. И он в нем окосящил аж в двух случаях, когда делал разбор новых зверей в единственной игре, в которой вообще снимает уже более 4 лет. И до сих пор ленится даже воспользоваться переводчим, когда делает какие-либо разборы. У меня просто нет слов. Так, все, отойдем от псины, все же к моему контенту. Го, обзор чего-то. В общем, на данный момент я пока не спешу делать обзоры по двум причинам. Первое, у меня есть контент, который я хочу выложить раньше. И второе, придумываю сейчас, как все же это лучше оформить, отснять. Как таковой контент, чтобы он был более информативным, нежели чем это у других обзорчиков по ГВ, большинство которых мне вообще не устраивает своими видео. Вроде все. Ответил на все комментарии, которые хотел. Далее у меня вопрос к зрителю. А чего бы вы сами хотели видеть у меня на канале? Всякие типы заданий от подписчиков, реальной жизни, просто прохождение миссии меня вообще не интересует. Если у вас есть какая-то мысля, которую вы бы хотели видеть у меня на канале, то, пожалуйста, пишите в комментарии. Стримы я в ближайшее время тоже не буду проводить, ибо мне не позволяет это мое устройство и время. Я и так считаю все свободное время, только и дело, что посвящаю роликам. Итак, по игре у меня есть еще много чего не отснятого. Так что Гангстер Вегас я собираюсь отснимать еще реально долго и много. Так что ожидайте еще много чего, я думаю, все-таки интересного. Ну и уже под конец видео скажу. Реально вам спасибо подписчикам, которые лайкают мое видео. Я не прошу лайки, ибо хочу, чтобы меня оценивали лайками и дизлайками за мой именно контент, а не через их выпрашивание в каждом ролике, который меня бесит в чужих роликах. Так еще и это отнимает нереально много времени от видео. Также спасибо тем, кто отправлял мне какие-то подарки в игре. Мне реально приятно было как-то просто подключиться к фейсбуку, ни о чем не подозревая, и получить какие-то предметы от вас. К сожалению, нет тут одного скриншота последнего подарка, который я получил в виде баллистии. Я просто сначала не допер, что это был подарок, и жмякнул принять, не за скриншотив этот. Спасибо огромное тому, кто ее подарил. От вас же я все же попрошу не дарить мне подарки, ибо у меня есть в принципе все, что мне нужно. Лучше используйте лишние предметы в мастерской для создания более мощных предметов. Ну и у меня на данный момент все. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента, ибо я считаю, что выложил всю важную информацию, чтобы все знали, и у никого не было больше лишних вопросов. Ну а я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok